Платиновые диски на стенах, студия звукозаписи дома, за окном деревья. Я тоже хочу студию звукозаписи дома. Так я представлял свою жизнь годам к сорока. А, тут пять минут видео, хорошо, давайте посмотрим. И образ дядьки с большим жизненным опытом, которого ничем не удивить. Чё опять с депрессией? Он в жизни много сделал и написал много музыки. Но даже несмотря на аллергии на цветение березы, которая не даёт мне и дня прожить без кашля и заложенного носа и... Жиза, кстати. Я, кстати, думал, что уеду в Америку, здесь аллергии не будет. Но она и здесь меня достала. Но она здесь не такая сильная. Я помню, когда в России жил, там, блядь, пиздец. У меня июнь, это вообще пизда, блядь. Аллергия начинается июнь и половина июля. У меня аллергия вообще, блядь, буду. Здесь она тоже, оказывается, есть, но не такая сильная. Здесь вообще не понимаю, на что аллергия. Ну, на что-то, что цветёт летом, соответственно. А что именно, я не знаю. Но здесь не сильно. Здесь так, чуть-чуть. Глаза чешутся. Особенно, когда они, ну, чешутся. Главное их не трогать. Потому что, когда ты начинаешь их чесать, всё, пиздец. А ещё хуже становится. И даже несмотря на трошу бороду и усы, меня вряд... И волосы на голове. Как ли можно назвать дядькой? Ведь мне всего 22 года. А платиновые диски... Это парад нарциссизма. Наверное, меня должна брать гордость за какие-то заслуги, но без обесценивания обойтись я не смог. Ведь, честно говоря... Большинством работ за предыдущий год я недоволен, но отношусь к этому как к этапу моего взросления, либо как к эре моего творчества. После, кому это надо, что-то пошло не так, и, видимо, вся соль здесь заключалась в том, что нужно было заново привыкать садиться и писать музло, входить в какой-то ритм, ведь индустрия обязывает дропать тебя трек раз в месяц или раз в два месяца. Я сделал себя... Бля... Вот бы со стримами так было, знаете, типа, индустрия бы требовала один раз в месяц стрим. Или один раз в два месяца. Нет. И всё. И ты кайфуешь, ты стример такой. Раз в месяц стримишь там, бабки лутаешь и идёшь опять месяц отдыхать. А чё, реально... Обойдёшься? Как бы я без вас жил, вы что? Я не могу. Если бы я месяц не стримил, я бы умер. От скуки, понимаете, жизненной. Я уже привык к стримам и к вам. Конечно, иногда хочется взять перерыв, но недолго. Максимум недели. Дальше уже начинается... Не то чтобы депрессия, а... Нет. Как-то даже не знаю, как назвать-то, ну... Но становится просто не по себе. Когда ты долго не стримишь. Какое-то беспокойство начинается. Ломка даже может быть. Когда хочется поговорить, попиздеть. Вот, посидеть. О, поэтому, да. Прекрасного коммерсанта, который знает, как работает коммерческая поп-музыка, как работает поп-подача, и это стало меня гасить. До сих пор вижу ваши комментарии в своём телеграм-канале, где вы просите меня выпустить тот или иной трек, который по каким-то причинам не вышел, но сказать по чесноку... Наверное, это не тот вектор, который бы я хотел для себя избрать. На вопрос, где альбом, я готов ответить. Я не хочу... Он не лысый, ребят, он сделал пересадку волос. Я хочу выпускать альбом, который вы ждёте. Ключевое словосочетание здесь — альбом, который вы ждёте. Потому что это обречено на провал. Хотя я понимаю, что гигантский пласт моей аудитории готов поддерживать музыку, которая выходит и по сей день, и я благодарен за это. Но я очень устал, мне неинтересно, и, по-моему, сейчас самое время, чтобы делать что-то новое и искать единомышленных. Чё, блядь? У него голос, как у бабы, которая принимает мужские гормоны? Чел, ну... Чё, дурак, что ли? Я решил сделать то, от чего всегда кайфовал. Ну, с помощью этого голоса, блядь, стал популярным и зарабатывает кучу денег. Извини меня, вот... Всем вот такой голос. Сделать конкурс. Смотрите, это был конкурс в 2019 году. Невероятно смешной и ламповый. А это уже 20-й год, где мы с Алишером слушали угарные трычки. А вот 21-й прошёл без конкурса. Поэтому я решил сделать последний конкурс. Опа. Самый последний конкурс, и задача будет простая. Либо записать куплет, либо сделать ремикс на трек. У вас на выбор будет 4 трека. 4 трека, выхода которых вы ждали. И будет 4 ролика. И в каждом из роликов будет 1 песня и 3 победителя. Хотите узнать, какие треки я дам вам? Мне скучно жить, выпускают дым. Всё, что захотел, я уже получил. Я умру молодым. Я умру молодым. Я ленивый каждый день недели. Понедельник, новый понедельник, новый понедельник. Я ленивый каждый день недели. Понедельник, новый понедельник, новый понедельник. Офиг. А это всё неправда. Неправда. Второй трек прикольный. Почему он его не дропнул? Я и понимаю, и не понимаю. Потому что он бы залетел. Особенно в тиктоке. И это все засада, засада Я не говорил так, и тебе рассказали Нет, это мне не нравится Не найдешь общих фото в том, где Ты снова удалила ВК Ты расскажешь мне Но-то часто ты... Второй прикольный Ты не найдешь общих фото И главная задача будет так же, как и раньше Тебе нужно будет удивить меня своей работой Этот конкурс нужен для того, чтобы... Ну, первый трек и второй, это нормально Чтобы найти единомышленников и создать тот альбом, который я хочу И я надеюсь, что за время конкурса я открою для себя А где трек, я все это забуду, или как там это называлось? И продолжу свой путь Ну, прежде чем я расскажу о том, как принять участие, я расскажу о спонсоре Ого, я аж помолод... О, понятно И все? И все? 20 тысяч рублей 70 тысяч Так, эм... Бля, во всех современных треках используют этот ебучий глич с голосом Как же однообразно и заебывает Глич за голосом? 10 тысяч рублей плюс большая дакимакура со мной, которая продавалась в мамку пи Второе место, 20 тысяч рублей плюс платиновый диск за продюсирование легендарной пыли Типа, когда делают голос писклявым, что ли, обработанным, вы про это? Мой первый платиновый диск Третье место, 10 тысяч рублей и платиновый диск легендарной пыли И, конечно, упоминание всех победителей под роликом Конкурс продлится до 21 июня Предлагаю закрыть эту эпоху треком, сниппет которого гулял по сети еще год назад Эта песня под названием «Расстреляй меня» И пускай в сегодняшних реалиях название песни звучит просто ужасно Песня посвящена отношениям и любви к своему делу Трек выйдет эксклюзивно у меня в телеграм-канале Ссылку на который я оставлю в описании А через пару дней выйдет на ютуб-канале А что, а где, ну, типа, треки-то, соответственно Ой, ладно, ладно Это не мое, я все равно не смогу принять участие Вот, потому что у меня нет, скажем так, опыта, так называемого в этом Не волкозу, не волкозу Я не знаю почему Не волкозу, не волкозу Я не знаю почему Не волкозу, не волкозу